Я хотела в балетку перевестись, мне не дали, короче, мне мама сказала, что ты не будешь этим заниматься, вот, и как бы вот такое. Вот, я перевелась в другую школу, там уже как бы я понимала, как надо себя поставить, вот, и уже с восьмого класса у меня началась такая херня, что я была одним из авторитетов в классе, типа там у нас был круг за справедливость, то есть мы там не, ну, как сказать, не разрешали слабых обижать, там, типа у нас был мальчик один, который был, у него там что-то не очень хорошо было с внешностью, в смысле того, что там, ну, был совсем маленького роста, вот, его часто, ну, типа чуваки пытались там как-то поддеть, ну, в общем, мы эту тему не давали. Ну, вот в восьмом классе у меня появилась лучшая подруга первая, с которой я до сих пор общаюсь, вот, и, ну, уже началась такая жизнь, которую, ну, я считаю взрослая, я уже забила на оценки, я уже хуёво училась, у меня уже появились мальчики, но зато у меня появилась социалочка, то есть та жизнь, которую я хотела, чтобы со мной люди общались, чтобы у меня было там куда ходить, на какие-то тусы, дискотеки, вот, забросила спорт, вот, влюбилась в первый раз, вот, и с тех пор меня понесло. Зак, покажи. Не, на самом деле я школу вспоминаю, в принципе, с теплом, особенно последние годы, там, 8, 9, 10, 11 класс, это было действительно орно, то есть приходишь в школу, как на какой-то, ну, не знаю, ну, праздник, что ли, то есть, типа, школа, это событие, это прям ивент какой-то, и там что-то всегда прикольное происходит, ну, то есть, вот, прям, я, короче, подсела на эту тему, мне в школе понравилось, я поэтому и пошла потом учить, ну, на учителя учиться, поэтому пошла потом на практику в школе, то есть, ну, мне хотелось, мне хотелось, ну, быть с детьми дальше, и, ну, я все-таки, ну, поняла, как надо общий язык находить, во-первых, с окружающими, с людьми, так, что такое, ну, вот, первые, наверное, лет 7 мне было сложно в плане коммуникации, но потом просто поняла, как это работает и все. Тогда видео про френд-зону надо сделать, а что именно про френд-зону, когда у вас люди в френд-зоне, или когда вы в френд-зоне? Ну, просто, когда мы дети, ну, для нас все очень резко, то есть, нас все очень ранит, нас все очень задевает, то есть, психика еще не сформировалась, а когда человек уже взрослый становится, то, ну, тебе уже по кайфу, то есть, ты не воспринимаешь какие-то ситуации, как прям критичные, но это здорово помогает жизнь. Простите, фиолетовая, да блин, айкос вообще весь говно, ну, что сделать, зато его можно дома курить, ну, в смысле, не особо пахнет. Сейчас басик пойду, наверное, кипиздела с вами. Ну, на самом деле, со школы у всех разные воспоминания, у кого-то хорошие, у кого-то плохие, вот те, у кого плохие, они так и не научились все-таки коммуницировать с людьми, вот этим людям очень тяжело во взрослой жизни. А те, кто со школы все-таки вынес какие-то уроки, особенно в плане коммуникации, вот всем легко. Ну, конечно, если бы вернуться с теперешним опытом в школьные годы, было бы все по-другому, причем я не думаю, что я бы вообще фокусировалась бы на школе сейчас, в смысле того, что, ну, типа, помимо школы было очень много интересных событий и мероприятий, и вот нужно было на них смотреть, а не на то, как тебя относятся в классе, и, ну, что происходит во внутреннем коллективе. Так что такое. Ну, на самом деле, это просто было недальновидно, потому что мы тратим энергию на то, что происходит внутри, а, ну, не понимаем, что происходит снаружи. Не хочу лоб закалывать, мне нравится моя мимика, не хочу. Я боюсь, короче, я прочитала про то, что если ботоксом закалывать лоб, может атрофироваться мужца, когда она атрофируется, у нас становится черного цвета, ну, короче, может гангрена развиться, и, в общем, пиздец. Поэтому такое. И у всех такие прям истории со школой связаны. Ну, не, ну, согласитесь, нас это все цепляет. То есть, как бы мы ни говорили, что школа — это отстойно, а все равно вот мы вспоминаем вот эти годы и, ну, такое. Скайфим. Котика нету, котик уехал в Беларусь к Моле. Поэтому котик сейчас не с нами. Не любил учитель, Ленина, да. Вот, вот, вот. Я тоже некрозы очень боюсь, поэтому не хочу закалывать. А с вузом... С вузом вообще все просто. Я же на заочке, во-первых, училась. Во-вторых, я уже взрослая туда пришла. То есть, ну, в смысле, у меня уже ребенок был. И, ну, я уже как-то была чуть ответственнее, чем одноклассников. Ну, чем были однокурсники мои. Я там дружила тоже с... Ну, только со своей компанией. Но у меня не было, короче, цели подружиться со всеми. То есть, ну, типа, когда поток 90 человек, ну, то есть похуй, во-первых. А во-вторых, молодежи не очень много. И, ну, я просто сразу, типа, вычленила людей, с которыми мне было интересно общаться. Вот я их всех вокруг себя собрала. И у меня была вот уже галерка моя. То есть, типа, я прихожу в универ, там, типа... Ну, на приколе. Ну, то есть, такой херни, как в школе, уже не было. То есть, какого-то такого... Ну, не знаю, чтобы кто-то кого-то любил или кого-то не любил особо сильно. То есть, уже во взрослом возрасте это уже похуй. Потому что ты уже что-то из себя представляешь. У тебя есть какие-то другие сферы жизни. И, ну, уже плевать. Ну, то есть, в универе мне больше уже было интересно с преподами пообщаться, там, что-то обсудить. То есть, уник я уже нормально закончила. Ну, мне было интересно учиться, мне были интересны какие-то вопросы. То есть, я даже на экзамен приходила уже с другим ощущением. Ну, не как в школе. В школе, то есть, тебе кажется, что тебя на что-то проверяют. А в универе, то есть, ты даже на экзамене учишься. Так, что такое? Если в отношениях очень упала самооценка. Блядь, да не отношайтесь вы. Зачем вам этот симбиоз? То есть, я не понимаю. Я столько избегала отношений. Вот сейчас, пока я не нашла человека, который я вижу, что он меня принимает, ну, несмотря на любой мой характер, несмотря на все мои психи, несмотря на мое плохое поведение, то, что, как бы, я занята, загружена постоянно, и у меня настроение скачет, если я много работаю, если у меня что-то не получается. Ну, я, как бы, не видела ни от кого такого отношения долгое время. И вот, ну, типа, поэтому, только поэтому я сейчас в отношениях. Если бы этого не было, то, ну, типа, я бы и была одна, и ничего не хотела бы менять. Просто как-то спонтанно в моей жизни произошло, что появился человек, который сказал, я просто, ну, типа, я с тобой, и не парься. Ну, мне просто, мне нужны были эти слова. Я вот сейчас понимаю, что они мне были нужны, но, как бы, я уже не то, что не надеялась от кого-то их услышать, по-другому. У меня была слишком завышенная планка уже на тот момент. Да, известно. И я поэтому думала, что я, ну, маловероятно, что уже кого-то себе найду, но в смысле того, что, ну, просто секс или просто какой-то, ну, не знаю, выгода какая-то, то да. Но так, чтобы вот именно что-то почувствовать к человеку, это было сложно. Где познакомились, через общих друзей. Почему одна по вечерам? Потому что, ну, у меня вечер немножко позже начинается, у меня сегодня встреча, там, в 11 с друзьями, в ресторане, я сейчас еще в зал схожу, и потом только приеду в город. Я его вообще не добивалась, там вообще не было такого, чтобы кто-то из нас кого-то добивался. Просто мы встретились, ну, вообще, можно сказать, случайно, на пару часов, и в итоге мы проговорили целый вечер, просто про какую-то хуйню вообще у нас оказалось столько общих интересов. Не знаю, мне тысячу лет не было такого ощущения, чтобы вот ты сидишь с человеком, и хочется, чтобы ночь не заканчивалась, потому что вам, блядь, так интересно, что пиздец. И то есть, вот, опять же, долгое время почувствовать вот то, что не хочется, чтобы человек уходил, и не хочется уходить самой, вот, это клево, конечно. Ну, нет, не очень часто, потому что все работают, я работаю, он работает, ну, как графики совпадают, так видимся. А так, не очень часто. Ну, наверное, это и правильно, потому что я не растворяюсь, и я все-таки делаю то, что мне нравится, и я даже благодарна за это. Ну, вот, за какую-то такую временную свободу. не скажу давным или нет. Не очень давным. Нет, влюбляюсь вообще не часто. Ну, бывает, кто-то нравится, но так, чтобы влюбилась, не особо. Разница в возрасте на лет 10. Верх. Не знаю, не думаю, что я вам его покажу. Ну, во всяком случае, пока нам обоим это не нужно. Когда мы решим согласовать, что нужно показать, что мы друг у друга есть, мы это покажем. Ну, не сейчас. Ну, как бы, мое близкое окружение его знает, это как бы, да, из России. Ну, типа, все остальные. Ну, пока это просто не нужно и какие-то конкретные имена вам ничего не скажут. Ну, и мне бы, наверное, не хотелось, чтобы какие-то конкретные имена что-то говорили. не нужно столько зависти. Ну, во-первых, счастье любит тишину, во-вторых, я не хочу всех этих, блядь, сообщений от бывших и всей вот этой хуйни, блядь, то, что у меня опять начнут в мою страницу смотреть какие-то серые квадраты, блядь, которые сидят во всех сторис. Я не хочу. Лучше пускай все как бы думают, что думают и все. Изменилось даже с летом. да, возможно. Ой, Юльчик, привет. Я не скажу, сколько разницы. Возраст, а мне старше. Не на много, а мне старше. Что случилось с Джоржем, спросите у Джоржа. Он лучше расскажет. Какие-то, 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 какие-то. Конечно, своей жизнью жить. Я не понимаю, когда девочки пытаются ради мужчины что-то делать. Смысл. Ну, типа, понимаешь, когда у тебя все идет своей какой-то волной, ты интересна. А когда ты бегаешь, пытаешься что-то решить в жизни для него, ну, чаще всего как раз ему похно. Нет, он нужна. Серые квадраты в сторис будут в любом случае, потому что если человек хотя бы с большего хоть немного интересен, всегда будет кто-то, кому еще он интересен. Поэтому такое. ну, вот вы меня вчера с этим коронавирусом, я вот уже думаю, лететь мне или не лететь. Хотела на Бали, вот мы сейчас сидим, пытаемся понять, мы туда летим или не летим. Так что вот так. Нет, это не терапазка, я бы вам сказала, что такое терапазка. ждать пару месяцев, посмотреть, что будет с этим вирусом и просто поработать это время. Дань, тебе не кажется, что мы с тобой слишком откровенные темы в последнее время затрагиваем? Или такое? но если умрем, все нахуй безусловно. Дец, блядь. Можешь не работать, все равно умрем. Ладно, тогда я согласна умереть в Порше. Нет, лучше, безусловно. Безусловно. Что ты сегодня где делаешь? Мы вечером часов в одиннадцать, мне надо встретиться ну, потом, наверное, это дома. То есть, ну, типа, вряд ли будет. два. День. Редактор субтитров субтитров